Вести Карачаева Черкесия Мониторинг предоставления туристических услуг проведут на курорта Карачаева Черкесии. При выявлении нарушений законодательства жители могут быть привлечены к ответственности. Как отметил министр туризма и курортов Республики Расул Тикеев, в Республике предоставляются разнообразные туристические услуги, в том числе авто- и мотоэкскурсии, прокат автомобилей и квадроциклов, конный прокат, а также аттракционы. Вместе с тем некоторые лица, предоставляющие данные услуги, не всегда действуют в рамках действующего законодательства. Глава региона Рашид Борисович Темрезов уделяет особое внимание предоставлению и качеству предоставления туристических услуг на территории. И самое важное, это аспект безопасности предоставления этих услуг. Ввиду чего, вот мы буквально недавно совместно с заинтересованными органами, как и власти нашей, так и правоохранительных органов, мы создали комиссию. Был выезд на территорию поселка Архыс, проводили мониторинг, так сказать, предоставление этих услуг. Дело в том, что здесь нужно основной упор делать на систематизацию и правильное оказание услуг. Турист, обращающийся, либо любой другой человек, он должен получать правильную услугу. Это должно подкрепляться договором, страховкой, всеми атрибутами и безопасности. И вот буквально скажу, недавно у нас в первом чтении принят закон об автомототуризме, который предполагает прохождение на автомототранспортных средств на специально отведенных туристических маршрутах, которые будут соответствовать требованиям безопасности. Это будут маршруты паспортизированные. В принципе, мы сейчас активно этой работой занимаемся. Тогда свои плоды, значит, это правильное оказание услуг, это систематизация оказания услуг. Крачаево-Черкесия отправила очередную партию гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик и жителей освобожденных территорий. 19,5 тонн питьевой воды уже доставлены в Ростовскую область, откуда поступят в пункты временного размещения беженцев. Часть будет направлена на Донбасс и освобожденные территории. Гуманитарный груз передала администрация Базинского района. С начала специальной военной операции на Украине Крачаево-Черкесия направила более 145 тонн гуманитарной помощи в поддержку жителей Донбасса и военнослужащих. Необходимые условия для летнего отдыха и оздоровления будут организованы для детишек из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Лейла Атаева. Да, мы все знаем, что у нас на территории республики есть люди, прибывшие к нам из Луганской и Донецкой народных республик. И, безусловно, у них есть дети. И эти дети также входят в приоритетную категорию детей, которые нуждаются в отдыхе. И поэтому, как только к нам поступят заявления от родителей о том, что просим предоставить путевку в тот или иной лагерь, конечно же, Министерство образования и науки Крачево-Черкесской республики через органы муниципальных управлений образованием пойдет навстречу. И эти дети будут обеспечены путевками. Я хочу сказать, что с 5 июня у нас открывают свои смены, открывают свои двери. Загородные лагеря, такие как Селена, Гранд Виктория, Жемчужина Кавказа и Адель. И они готовы принять уже детей. Поэтому добро пожаловать. Власти Карачаева-Черкесии почти на 100% обеспечили лесопожарные учреждения региона техникой для тушения пожаров благодаря нацпроекту «Экология». В частности, с 2019 года республика приобрела порядка 30 единиц лесопожарной техники. По федеральному проекту «Сохранение лесов» в текущем году в Карачаево-Черкесии приобретены три патрульных лесопожарных автомобиля, универсальный трактор и прицепной модуль цистерна. На сэкономленные при покупке техники средства в целях повышения работоспособности сотрудников лесопожарных формирований было приобретено специальное оборудование, в том числе радиостанции, пожарные рукава, эзервуары для воды и мотопомпы. В рамках государственной программы воспроизводства и использования природных ресурсов начались работы по капитальному ремонту двух дамб на реке Шкакон в Малокарачаевском районе. Проведение работ позволит предотвратить ущерб от негативного воздействия вод в размере более 1 миллиарда рублей. Об этом рассказала советник министра природных ресурсов и экологии Медина Боташева. В Малокарачаевском районе в селе Джага продолжается работа по капитальному ремонту двух берегоукрепительных сооружений на левом и правом берегах реки Шкакон. Общая протяженность сооружений составляет 3776 метров. Площадь возможного затопления 55 га. На указанной площади расположено 280 жилых домовладений и проживает 1400 человек. Оба сооружения разрушены на 70%. На дамбах образовались прораны, существующие откосы дам сильно деформированы. Кроме того, разрушению подвержен основополагающий зуб из железобетонных плит. В настоящее время на объекте начались основные работы по восстановлению тела дамбы и по формированию так называемого зуба. Работа по капитальному ремонту займут два года. Кроме того, в Карачаево-Черкесии продолжается работа по капитальному ремонту еще трех берегоукрепительных сооружений. Это дамбы на левом и правом берегу реки Тиберда в городе Карачаевске и на правом берегу реки Малы-Зеленчуг в ауле Адыгихабль. На полях республики завершается пассивная кампания. На сегодняшний день работы уже выполнены на 90%. В частности, ровые культуры засеяны на площади 76 тысяч гектаров. По данным регионального минсельхоза, всего в текущем году планируется засеять 86,5 тысяч гектаров. Кроме того, озимые культуры занимают почти 25 тысяч гектаров и на всей этой площади уже проведена подкормка растений. Достопримечательности Карачаево-Черкесии появились на почтовых открытках, которые выпустила в оборот Почта России совместно с Ростуризмом и Русским географическим обществом. В почтовую коллекцию вошли фотокарточки с красотами 20 российских регионов, включая и наш регион. Причем для каждого субъекта выпущено 5 вариантов открыток с разными достопримечательностями. Об этом рассказала начальник черкесского почтампа Аминат Шедакова. Более тысяч тиражей. Эти карточки можно приобрести абсолютно во всех отделениях Карачаевой-Черкесской республики. Также за Карачаевой-Черкесской республикой можно приобрести в Москве. Преимущество этих карточек заключается в том, что они все выполнены в одинаковом стиле. То есть для людей, которые коллекционируют сувениры с разных регионов, это отличная находка. Десять спортивных объектов откроют в разных уголках республики в этом году. Четыре новых фока распахнут свои двери в аулах Саратюзе-Учкулан, а также в селе Чапаевском и станице Зеленчукской. В Даусузе и Ударном построят спортивные площадки, а в Урубском районе появится площадка ГТО. Умная площадка появится и в микрорайоне Московском. Помимо этого, после масштабной реконструкции вновь заработают стадионы в Черкесске и Карачаевске. К тому же в регионе стартовал масштабный проект по строительству первого ледового дворца. У жителей Карачаева-Черкесии появилась возможность принять участие во всероссийском проекте по развитию и поддержке молодежного предпринимательства. Наша республика попала в число 12 пилотных регионов, где эта программа будет реализована. Стартует она уже этим летом, комментирует информацию министр по делам молодежи Ибрагим Татаркулов. Наша заявка, она со своей стороны стала одной из наиболее конкурентоспособных и была признана одним из победителей. Следует отметить, что данная программа, всероссийская программа по поддержке и развитию молодежного предпринимательства, реализуемая Федеральным агентством по делам молодежи в настоящее время, имеет крайне важное значение ввиду того, что ее основная цель – это популяризация и развитие молодежного предпринимательства путем формирования и реализации комплекса МИР по оказанию содействия развитию данной сферы. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии есть немалое количество инициаторов, проектов из числа молодежи Карачаева-Черкесии, которые реализуют свою деятельность как самозанятые, потому что они осуществляют свою непосредственно профессиональную деятельность, предоставляя те или иные услуги или поставляя те или иные товары. И, конечно, комплексная программа, она со своей стороны внесет значимый вклад в развитие данной сферы на территории нашего субъекта, прекрасной, динамично развивающейся Карачаево-Черкесской республики. В столице Карачаева-Черкесии появится дополнительная концертная площадка. В Колледже культуры и искусств сейчас идет капитальный ремонт, в том числе полностью обновляют актовый зал. Планируется, что там будут проводиться концерты, спектакли и другие культурные мероприятия. Об этом рассказал министр культуры республики Зурапа Гербов. Полностью обновлено будет оборудование, одежда, сцены, звуковое, акустическое. Все пространство здесь в актовом зале будет обновлено. Поменяли звукорежиссерскую рубку, поменяли полностью технику на сцене, для того, чтобы можно было здесь, пока у нас не будет достроен романтический театр, пока не закончится работа, и там в центре города проводить крупные серьезные мероприятия. Этот зал немножко меньше зала в ДК городском, который находится на улице Гутикулова. Но с учетом того, что он в центре, уже в ближайшие месяцы это станет нашей центральной площадкой. Помимо актового зала ремонтируется полностью холл, фойе. Мы предусмотрели новый функционал. У нас будет возможность отгородить учебный процесс от концертного зала на время проведения мероприятий. Соответственно, мы и такой дополнительный функционал здесь сделаем. Житель Черкеска стал жертвой мошенников. 87-летнему пенсионеру позвонил неизвестный и сообщил, что по вине его дочери некая девушка попала в автоаварию и находится в тяжелом состоянии. Чтобы его дочь не попала в тюрьму, нужно заплатить деньги. Под влиянием обмана пенсионер назвал адрес места жительства, куда приехали двое неизвестных мужчин, которым он передал денежные средства в размере 160 тысяч рублей. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. Главная республиканская телевышка, в ночное время переливающаяся всеми цветами радуги, встречает гостей региональной столицы, въезжающих в Черкесск со стороны Пятигорска. Ее высота порядка 150 метров, поэтому эту красоту видно невооруженным взглядом буквально со всех сторон. Но на какое-то время световое шоу было отключено. Оказалось, что подсветку отключили на время ремонтных работ, которые проводятся не чаще, чем раз в пять лет. Об этом рассказал главный инженер радиотелевизионного передающего центра республики Геннадий Масьенко. Модернизированная архитектурная подсветка позволяет за счет увеличения количества пикселей выводить не только световые эффекты, как предыдущая подсветка, но и в динамике запускать надписи, более сложные, более динамичные картинки. Команда «Нарт» Черкеска в рамках седьмого тура чемпионата Ставропольского края по футболу у себя дома в республиканской столице одержала победу над командой «Исентуки» со счетом 7-0. При этом Амин Шейлиев сделал хэт-трик, и по голу забили также Амин Мамбетов, Эльдар Тхакохов, Астемир Абидов и Анзор Кошев. Следующий матч с командой Ставрополя «Динамо» МУОР пройдет 8 июня. В Черкесске прошел мастер-класс по скандинавской ходьбе для тех, кому за 60. На спортивной площадке в парке культуры и отдыха «Зеленый остров» представители старшего поколения учили технике ходьбы со скандинавскими палками. Многие из участников мероприятия не первый год увлекаются этим видом физической активности, другие делали это впервые. И те, и другие с пользой и удовольствием провели время. По сообщению синоптиков, завтра по республике ожидается переменная облачность, местами кратковременно дождь-гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 19-24 градуса. В горах местами до плюс 16, местами повышенная пожароопасность. В Черкесске кратковременно дождь-гроза. Ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха 23-25 градусов. Сохраняется высокая пожароопасность. Послушайте штормовое предупреждение. 7 июня на территории Карачаево-Черкесии ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 25 метров в секунду. На реках возможен подъем уровня воды до неблагоприятных отметок. В горах сход сели малого объема. Будьте внимательны и осторожны. Это все новости к этому часу. С ними я вас знакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Вы слушали Радио России. Карачаево-Черкесия. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова